Дистанционное мошенничество – самая актуальная проблема 21 века. Чтобы обезопасить жителей Черкеска, сотрудники МВД совместно с сотрудниками Центробанка провели профилактическую работу. Мероприятие проходило в рамках информационной кампании «Не говори», организатором которого выступило Главное управление Банка России. Подробнее расскажет Дарья Тендит. Здравствуйте, это сотрудник банка. Мы зафиксировали подозрительную активность по вашей карте. Пожалуй, это самая распространенная фраза в арсенале у мошенников. Именно эти слова вводят в ступор, а то и в ужас, и не дают вовремя сориентироваться в ситуации. В ходе соцопроса каждый второй житель получает звонки с неизвестных подозрительных номеров. Звонят на телефон, неизвестные номера. Я их в спам отправляю. Каждый раз было по 5-6 звонков и по два раза. Я выхожу из дома, я отключаю звук, чтобы не отвечать на них и не реагировать. Я их раскусываю обычно, понимаю, что это мошенники, и разговариваю совершенно по-другому, и либо вожу трубку. Информируете кого-нибудь из вас? Конечно, конечно. Обязательно. У меня мама уже в возрасте пожила. Я ей сразу звоню и рассказываю схему мошенников. Около 3000 экземпляров печатной продукции по профилактике кибермошенничества в виде буклетов и наклеек подготовили сотрудники полиции совместно с Центробанком Черкеска. В материалах рассказывается об уловках финансовых мошенников, о том, какие правила нужно соблюдать, чтобы не стать жертвой. Сотрудники полиции провели работу по профилактическому обходу улиц Магазинная и Кавказская. Раздали буклеты и наклеили информационные листы в местах массового скопления людей, автобусах и троллейбусах. Были осуществлены беседы с гражданами нашего города о том, кто сталкивался ранее с мошенниками. Нами были услышаны ответы и пожелания данных граждан. Мы посоветовали им, чтобы они были более вдительны. Как говорится, кто предупрежден, тот вооружен. В сентябре Карачаево-Черкесия присоединилась к информационной кампании «Не говори». Просвидительская акция направлена на повышение уровня киберграмотности граждан. Последнее время участились атаки хакеров, которые мошенническим путем вымогают у жителей денежные средства. Часто жертвами мошенников становятся пенсионеры и молодые люди. Преступники часто играют на доверчивости граждан. А некоторые используют технику гипноза, рассказал полковник полиции Кемал Гербеков. У нас ежедневно бывает по пять человек становятся жертвами. И сумма у Шерба больше миллиона рублей. В связи с этим мы сегодня используем и сотрудников участковых, и сотрудников ГИБДД. Также мы будем проводить данные мероприятия в общественных, муниципальных организациях. И будем активно раздавать лицам, особенно пожилого возраста, буклеты с информацией, как не стать жертвой мошенников. На центральных улицах города сотрудники Центробанка рассказали жителям о различных видах и способах мошенничества, методах защиты от них, а также раздали буклеты с рекомендациями. Узнать наиболее распространенные схемы мошенников можно на официальном сайте Банка России в разделе «Информационная безопасность». Часто злоумышленники используют информационную повестку и, скажем так, играют на том, что чаще всего волнует граждан. Таким образом люди попадаются на уловки злоумышленников и лишаются своих денег. Именно поэтому проводятся такие информационные кампании, чтобы люди повышали свою финансовую грамотность, в частности, киберграмотность. Будьте внимательны и не поддавайтесь на провокации мошенников. Дарья Тендит, Ренат Муков, Вести Карачаева, Черкесия.